Давайте начнем. Содержание, значит, я расскажу кратко о своей мотивации прочитания в авторе, для кого эта книга с точки зрения автора, затем разберем там основные понятия, которые он вводит в эту науку. Кстати, кто-нибудь слышал о науке, которая называется этология? Ну, в общем, я тоже до прочтения этой книги не слышал. Соответственно, это понятие конвергенции полиэридизма, взаимодействие поколений, внутривидовая агрессия, иерархия и краткий обзор рассматриваемых в книге тем. На самом деле, взаимодействие поколений, внутривидовая агрессия и иерархия – это три темы, которые я просто как пример, ну, вкратце расскажу, как он их описывает. На самом деле, в книге огромное количество тем рассматривается, и, ну, в общем, мне было очень интересно. Значит, моя мотивация прочитать эту книгу, я об этой книге услышал от человека, который, значит, от внука Маршака. Ну, в общем, он держит эти клиники для лечения алкоголизма, знаете, книги клиники Маршака. Ну, в России была реклама про это. Я вообще ничего об этом человеке не знал, просто посмотрел с ним интервью, и он порекомендовал почитать эту книгу с точки зрения того, что, значит, что есть некоторые типы питания, которые, скажем так, делают нас более предрасположенными к зависимостям. То есть, суть в том, что когда мы регулярно… Извини, пожалуйста, я не знал, что она… Когда мы, допустим, много используем в пищу углеводов, это приводит нас к тому, что мы там сначала у нас идет всплеск, ну, сахара в крови, потом его становится ниже. Когда идет всплеск, у нас внутренняя идет секреция выделения опиоидов, это нас немножечко, как бы, делает чуть-чуть ужаленными. Потом у нас ломочка небольшая, мы себя чувствуем так себе. И вот, в общем, ну, что, типа, такие качели в питании могут привести к, типа, более серьезной предрасположенности к человеку, к любым зависимостям. И вот, ну, он рассказывал, в основном, об этом, и я решил прочитать книгу с точки зрения того, что там по питанию, в общем. Но оказалось, что совсем все не так, как мне кажется. Ну, давайте начнем. В общем, книга очень спорная, но интересная. Значит, автор. Виктор Рафаэльевич Дольник родился в 1938 году в Штвердловске, ныне Екатеринбурге, умер в Санкт-Петербурге в 2013 году. Советский и российский орнитолог, доктор биологических наук, профессор, главный научник Зоологического института РАМ. Сразу скажу, что он неизвестен, в принципе, в какой бы то ни было среде, и эта книга единственное, что сделало его известным. И по этой книге очень много, ну, скажем, в современном понятии хейта на него обрушилось, потому что большую часть утверждений, которых он выдвигает, ну, с ними прям хочется поспорить. Прям вот от души хочется поспорить. Возможно, из-за того, что он достаточно возрастной, и его взгляд был в основном из Советского Союза. Ну, вы видите, да, что он там большую часть жизни прожил в Советском Союзе, в Санкт-Петербурге. Ну, тем не менее, в некоторых моментах, когда я читал, например, об иерархии, там, или еще о чем-то, у меня все время было желание опять пересмотреть, да, то есть, да, год издания книги, потому что мне казалось, что он пишет про сейчас. И это было очень странное ощущение, что, ну, то есть, мне казалось, что дедушка катит на, как бы, на текущую ситуацию, я смотрю, ну, не мог, ну, то есть, ну, никак. Ну, в общем, это было очень таким интересным открытием, как, по его мнению, для кого эта книга, эти знания полезны многим, они нужны учителю и врачу, психологу и социологу, без них трудно воспитателю, офицеру, тюремщику, судье. Ну, это вот советская, советский бэкграунд, поставить через запятую всех этих людей. Очень хотелось бы, чтобы для пользы всего человечества им обладали политики, но самое главное, они нужны каждому из нас, ведь у нас у всех есть или будут дети, младшие братья, внуки. И природа наделила нас самыми долгими среди живых существ детством, чтобы мы могли, владевая своими инстинктами и учась, пройти за полтора десятка лет огромный путь от прачеловека до современного человека. Этот путь будет прямее, а результат выше, если мы будем любить и понимать наших детей такими, какими их создала природа, а не такими, какими их рисует наше воображение. Ну, в общем, вторая мотивашка, то, что я недавно стал папой, у меня ребенку там сейчас 9 месяцев, и, как оказалось, мне нужно понимать, что происходит с малышом, мне очень сложно это дается все. Соответственно, вот эта книга позволила мне совсем по-другому посмотреть на развитие ребенка. То есть, ну, это я уже выяснил потом, когда я уже начал читать, там, вот аннотацию прочитал и так далее. То есть, это еще и интересно с точки зрения того, как относиться вот к инфантам, то есть к тем, кто еще не может как-то там структурировать свои мысли. Ну, и к взрослым тоже, в общем. Вот сейчас обидно. Даже да. Про что эта книга? Это про родительство, это про человека, в принципе, вот про что эта книга? Просто эта книга для того, для того, о чем она? Ну, я рассказываю, ну, сейчас расскажу, ну, там будет дальше, серьезно. Серьезно. Ну, она действительно интересная. Итак, я не хочу ничего от вас скрыть, я постараюсь максимально за там время отведенное рассказать, что я понял из этого. Значит, автор ведет беседу, условно, с двумя типами читателей, с благосклонным и с неблагосклонным читателем. И он по-разному подает информацию. И для неблагосклонных читателей, каждый раз, когда я читал то, что он пишет для неблагосклонных читателей, у меня хотелось, ну, у меня было желание прям закидать его какашками, потому что большая часть утверждений были, ну, очень спорными. И, ну, мне просто хотелось даже гуглить, почему он не прав, но я потом уже посмотрел, что он умер, и смысл без диалоги, как бы, с человеком, которого нет. Но, в общем, это очень интересно, я не сталкивался с таким, чтобы именно, ну, или, может быть, я слишком, там, не знаю, неблагосклонный читатель его литературы, не знаю, в общем, это вот тоже особенность подачи книги. Еще в книге, ну, в той варианте, в которой я читал, в книге, там, 800 страниц, но это PDF-ник, то есть, может быть, в печатном варианте он был бы покороче, там, немножечко, но книгам достаточно объемно. Значит, два основных понятия – конвергенция и полярелизм. Мы сейчас с вами прямо на примерах разберем, что это такое. Итак, чтобы мы с вами, читатель, могли сотрудничать на этом пути, вам нужно усвоить главные методы сравнительной этологии – сопоставление сходных форм поведения у неродственных видов животных. Это называется конвергенция, возникающая из-за сход среды, сход задачи, исходного давления, естественного отбора и ограниченности возможных решений. То есть, это чисто про биологию, про то, как виды развивались там в одном каком-то ареале обитания. У родственных видов это полярелизм, здесь можно, помимо перечисленных выше причин, важно еще сходство внутреннего содержания видов и генетических программ. У прямых потомков, здесь главное, те же генетические программы, вы должны научиться узнавать общую основу внешне не очень сходных форм поведения. Подобно тому, как вы узнаете общую основу, переднюю конечность и в грудных плавниках рыбы, и в крыле птицы, и в руке человека. То есть, это абстракт, который нужно принять, можно с ним не соглашаться, что плавник, крыло и рука это одно и то же, но для мысленного эксперимента мы предполагаем, точнее автор предполагает, что вот все мы с чем-то схожи, все биологические виды, так или иначе. И он будет на протяжении всей книги показывать, насколько поведение или какие-то особенности поведения тех или иных видов животных можно перенести на жизнь текущую, на жизнь человека современного. Это, с одной стороны, очень спорно, ну то есть, условно, там, наблюдать за голубями и делать вид, что люди ведут себя так же, с другой стороны, в каких-то условиях, там, или в каких-то ограниченных... Это конвергенция или параллелизм? Сейчас мы будем делать упражнения на то, чтобы различить конвергенцию и параллелизм. Значит, смотрите. Например, если вы узнаете, что самсы кузнечика поют, чтобы привлечь самок, а те идут на их песню, и при возможности выбора предпочитают поющего громче, чаще и точнее воспроизводящего видовую песню, и что точно так же привлекают пением самок соловьи, а самки тоже предпочитают поющего громче, чаще и точнее, то вы должны знать, что у этих видов сходные инстинктивные программы возникли на разной генетической основе. То есть, независимо или конвергентно они... то есть, они не могли унаследовать эти признаки от общего предка, ибо общим предком у них был червяк. Ну и червяки не издают звуков. То есть, это был не общий предок, не генетическая, а приобретенная, скажем так, черта пения, ну, брачной песни. Это такая же конвергенция, как и наличие у них крыльев или органов слуха, или органов издавания звуков, тоже сходных по решаемой задаче, но независимых по происхождению. Если вы узнаете, что современным пением призывают самцы самок гиббонов, близкого к человекообразным видам приматов, а самцы человекообразных орангутангов, то это параллелизм, ибо их инстинктивные программы, это, скорее всего, лишь вариант программ их общих обезьянных предков. Таких, так как и среди них многие призывают самок голосом. То есть, если мы берем один там, ну, одних и тех же там, или родственных обезьян, и все они делают примерно одни и те же вещи, то можно предположить, что это генетическая какая-то программа. Если же это разные там совсем виды, то это, скорее всего, конвергентно, то есть, независимо образовавшиеся какие-то навыки. Брачные песни есть у земноводных, вспомним лягушек и у пресмыкающихся, вспомним в степных черепах и крокодилов, у птиц, у млекопитающих, у классов, связанных с родством, значит, и, значит, их программа содержит реализм. На таком фоне, как вы оцените поведение испанского идальга, поющего сиренаду под балконом возлюбленной? Какой друг? Ну, мужчина, который поет под гитару. Под эллиргенция. Прогрели с гипонами или с гипонами? Вот именно. Вот в этом и был, как бы... Прогрели с гипонами, с кузечками, ну, это понравилось. Пять с плюсом, понятно. Ну, это, это, как бы, было как раз упражнение на то, чтобы, да, попробовать понять, значит, как вариант реализации генетической программы, параллельной программе орангутанга, имеющей общие корни с программами лягушки и соловья, и конвергентной программе кузнечика, или, конечно, чисто человеческая, ничего общего с предками и родичами не имеющая, то, если вы скажете, что, возможно, одно и то, и другое, как вы и сказали, это вот автор сам отвечает на этот вопрос, то для того, чтобы сделать выбор, нужны дополнительные сведения. Например, у всех ли рас и народов, на всех ли континентах и на изолированных островах в океане только теперь или в древности мужчины привлекали женщин голосом? Что будет делать такой человек, как Тарзан, выросший вне людских традиций и тому подобное? Что вы встали именно на тот путь, каким идут этологи, разбираясь в скрытых, часто рудиментарных, инстинктивных основах поведения человека? В общем, вот условно, сейчас мы посмотрели то, каким образом автор берет какие-то поведения животных, в мире животных, прямо вот Николай Дроздов, я все время представлял, как его голосом автор рассказывает мне про каких-нибудь птичек. Он орнитолог и часто приводит пример поведения птиц и потом это переводит на человеческий мир. В общем, это очень интересно с точки зрения самонаблюдения, либо каких-то упражнений в голове по поводу того, как человек, похожий или не похожий, ведет себя в естественной среде. Ну и сейчас, как себя человек ведет. В общем, в книге очень много подобного рода переносов, скажем так, или примеров, или аналогий. И они, ну, еще раз, в каких-то местах они совершенно неуместны, то есть они прям, ну вот, абсурдны, да? В каких-то местах они, ну, как-то обезоруживающе точны. Ну, то есть, например, вот простым примером там, ну, я бы привел, что вот он описывает разное поведение, разных иерархий в разных типах обезьян, ну, там, в разных племенах обезьян. И он прям четко описывает разные религии мировые. Ну, то есть, и это просто, вот, то есть, как сказать, мы всегда считали, что религия, ну, лично я так считал, что это нечто придуманное там людьми, да, для того, чтобы управлять там массами, ну, то есть, это какая-то вот такая продуманная структура. По факту люди описали, ну, обезьянное поведение, там, одни обезьяны живут на ветках, поэтому они ближе, там, к христианским ценностям, а другие живут на равнине, поэтому они ближе к мусульманским ценностям, и это факт. А что, например, они, ну, обезьяненочкой там макают воду, или в чем, вот какой-то конкретный пример, чтобы вы поняли? Ну, отношения к самкам, то, как строится, там, семья, строится, вот, отношения в семье, то есть, там, самец главный, самка главная, сколько отношений у самки с самцами, там. То есть, там тоже есть варианты? Там безумное количество вариантов, и там все это, да, рассматривается, и, то есть, и, ну, и это очень, ну, интересно, именно для меня был подход, вот, то, как человек это описывает. Значит, дальше... А тебе здесь хотелось чем-то поспорить, как ты говоришь, как непослушному читателю, со многими вещами ты хотел поспорить? Ты же скажешь, с какими вещами ты хотел поспорить? Это же всегда самое интересное. Ну, например, автор говорит о том, что церковь, например, никогда не могла переступить через свой эгоизм, типа, что Бог создал нас такими, какие мы есть, и что, типа, церковь никогда ничего не делала для того, чтобы лечить людей. У него есть такое утверждение. Хотя, по факту, средневековая церковь была, ну, оплотом, как бы, знаний. Ну, в какое-то время, когда они выжили всех ведьм, которые что-то знали, то тогда они стали единственным центром знаний. Ну, то есть, и там много таких вот штук, которые, вроде бы, копнешь, и, ну, можно поспорить, скажем так, с ним, с его утверждениями, но, тем не менее, это было достаточно интересно. Значит, здесь я привожу, то есть, почти вся презентация составлена из цитат из книги, просто как примеры того, как рассуждает автор, и как, ну, какие, как бы, мысли, вот, ну, основные в книге, я постарался их, значит, да, здесь пишется о том, почему человек вышел из системы естественного отбора, который описывал Дарвин в свое время, да, и, соответственно, почему мы, типа, не являемся сейчас этими, скажем так, участниками этого отбора, это потому, что главным условием успеха стала не генетически передаваемая информация, а вне генетически передаваемое знание. Ну, это очевидная вещь, что выживать стали не те, кто лучше устроен, а те, кто лучше пользуется приобретенным из каждого поколения возрастающим знанием о том, как строить, как добывать пищу, как защищаться от болезней, как жить. Хотя, опять же, допустим, жители Сомали, я думаю, поспорили сейчас с каким-нибудь очень умным айтишником, и, скорее всего, поспорили бы успешно. Зависит контекст, там, очень сильно нравится. Ну, потому что в Сомали все-таки до сих пор кто генетически сильнее, тот и обитие, тот и прав. Значит, остались нерешенными противоречия между инстинктами, лежащими в основе полового, брачного, семейного и общественного поведения, поэтому так часто мы ведем себя неудачно, даже просто плохо, и в том случае, когда руководствуемся внутренними мотивами, и в том случае, когда сознательно стремимся делать все им напереком. Автор считает, что все же, если ты знаешь подсознательную природу своих мотиваций, то шансов поступать правильно самому и быть снисходительной к другим больше. И вот, ну, действительно, автор старается каждый раз именно объяснить поведение, то или иное поведение детей, подростков. То есть он проходится полностью от того момента, когда ребенок развивается там, ну, рождается, точнее, и до вот того, когда мы начинаем задумываться условно там о политике, о социологии какой-то и еще о чем-то. То есть все вот эти этапы он расписывает с точки зрения того, а как животный мир себя ведет, какие программы мы пытаемся воспроизвести, будучи подростками там и не слушаясь родителей там, или будучи маленькими детьми, там, вцепляясь в мамины волосы и так далее. Ну, то есть это вот куча-куча мелочей, которые он старается вот как-то притянуть за уши, ну, или... Ну, вот сейчас про взаимодействие поколений. Есть еще один круг специалистов, с которыми тоже следует объясниться. Психологи и социологи. Они, конечно, знают человека лучше, чем этолог, для которого человек... Вот сейчас сюда буду читать. Для которого человек лишь один из многих видов. Но всякий раз, когда они сталкиваются с проявлением инстинктивного поведения у людей, они испытывают растерянность. Ибо, ну, опять же, это такое странное утверждение, но не важно. Ибо признавая на словах некую двойственность биосоциальную сущность человека, они в первую часть этой спасительной формулы тут же забывают биологию человека. Нужно не только признавать, ее нужно знать. Игнорировать этологию, если занимаешься детским поведением, столь же чревато ошибками, сколь чревато ими игнорированием экологии в экономике. Человеку обидно, что он всеми своими корнями выходит в мир животных. И везде, где это удается забыть, он забывает с удовольствием. Только если ему грозит беда, он смиряется с этим фактом, поскольку человек мирится с тем, что биологи ищут и находят возбудителей человеческих болезней у животных, ставят на них опыты, обрабатывают методы лечения, лекарства для людей. В этой области даже во времена самого разгулок кампании за особым человека приходилось молча признавать единство человека с царством животных, ибо догма богоизбранности отсекает всякую возможность научного прогресса и влечения человека. Именно поэтому церковь не смогла в свою долгую историю найти для людей ни одного лекарства, кроме утешения. Ведь это, очевидно, неправда, но тем не менее, в общем, про взаимодействие поколений, он тоже очень интересно описывает то, каким образом даже, простой пример, допустим, проводили испытания на грибонах, это достаточно близкий человеку вид обезьян, и что внешний вид гиббона, который воспитывает подрастающее поколение, очень сильно зависит от того, насколько подрастающее поколение вовлечено в обучение. То есть, если маленькие подрастающие гиббоны видят седую грибу, большую седую грудь, то они с большим вовлечением обучаются, нежели чем если просто этого же гиббона просто побрить. Ну, то есть, внешний вид очень сильно влияет на то, как мы воспринимаем, скажем так, ну, какую-то авторитет, ну, авторитет, наверное, да, власть неправильная, авторитет, да. И, соответственно, ну, у меня сразу возникли там ассоциации вот с париками у английских судей, там, ну, в общем, то есть, есть некие, вот, как сказать, очень общие аспекты, и там, ну, их очень, они очень интересно описаны, и я намеренно не буду рассказывать, естественно, всю книгу, ну, потому что ее стоит почитать, если вам будет интересно. Так. Гидовая агрессия. Значит, раньше психологи думали, что агрессия вызывается внешними причинами, и если их убрать, то она проявляться не будет. Петологи показали, что это не так. При отсутствии раздражителя агрессивность, потребность совершить агрессивный акт, все время возрастает, как бы накапливается. А порог запуска агрессивного поведения понижается, и все более мелкие поводы оказываются достаточными, чтобы агрессивность вырвалась наружу. В конце концов, она вырывает поводы. Это выяснилось двумя интереснейших опытов. Один из них доступен каждому вареумисту и описал о Лоренце. Ну, действительно, я перепроверял даже, есть вот эти тесты Лоренца с рыбками. Я сразу скажу, я плохо разбираюсь в аквариумных рыбах, поэтому, возможно, это не цихлиды. Возможно. Я просто для иллюстрации привел. Народ тут паркован. Да-да-да, я вижу. Я даже жалею, что я просто не хамилю. Да, в принципе, рыбки были мочевые. Я хотел сначала эти, ну, просто схематически, но думаю, блин, ну, хоть что-то красивое сделаю в презентации, как черно-белое, но не зашло. Нет, это очень хорошо, агрессию демонстрируют максимально, честно. Итак, в чем суть опыта? Значит, возьмите пару цихлиды, поместите к ним в аквариум источник конфликтов, третью цихлиду или другую задиристую рыбку. Пара цихлид будет с ними драться, а между собой поддерживать самые добрые отношения. Затем уберите объект агрессии, и через некоторое время самец начнет попадать на самку. Теперь разделите аквариум стеклом пополам, и в другую половину поместите другую пару цихлид. Пары начнут враждовать между собой через стекло, и в результате внутри каждой пары будет царить мир. Сделайте стекло полупрозрачным, и в обеих парах возникнут конфликты. Халите вы чистые. То есть, ну, вы вот чувствуете, да, что, как бы, то есть, несмотря на то, что мы читаем про проведение рыбок, тупейших, которых там 20 секунд память, их поведение, так или иначе, мы можем себе представить, что мы себя ведем, ну, в какие-то моменты так же. И он очень много вот параллелей проводит именно на нашу жизнь. И мне это показалось очень интересным наблюдением именно за собой даже. Ну, то есть, ну, естественно, за обществом. Это очень интересно. И еще одна тема, которую я хотел показать, она последняя, это про иерархии. Ну, как вы знаете, мы же с вами тоже работаем в компании, в которой по факту плоская иерархия, да. Так вот, ну, очень много есть исследований, которые говорят о том, что это, в принципе, невозможно. Ну, просто потому, что мы такие существа, которые должны жить в иерархии. И вот он приводит пример того, какими иерархиями, ну, и по-хорошему, мы на самом деле так и делаем. То есть, то, какими иерархии должны быть. То есть, признать неизбежность для человека иерархического построения еще не значит оправдать любые его формы. Тем более, что утверждают, что чем мощнее организованная нами иерархия, тем лучше. Ведь эта программа подбиралась для дикого стада приматов, а не для цивилизованных людей. Как раз наоборот, зная, к чему приводит бесконтрольное образование иерархии, мы обязаны его контролировать, направлять по оптимальному для нас пути. Один из них стремится к тому, чтобы вокруг нас было много маленьких иерархий с конкурентными разнообразными интересами, и чтобы мы сами входили в несколько таких групп. Это значит стремиться к тому, чтобы в обществе повсюду была разнообразная общественная жизнь, чтобы группы по интересам были независимы друг от друга и не объединялись в супер-иерархии. Мне кажется, что очень хорошим примером являются те же хабы, в которых есть community of practice, разные, условно, кто бы чем ни занимался. Плюс у нас есть книжный клуб, есть еще... Киноклуб еще есть. Есть еще киноклуб, еще и там кто-то там сует. Есть волейбол. Есть волейбол. Ну, понимаете, и все это происходит в рамках одних и тех же людей, скорее всего. То есть, ну, в каком-то клубе там условно Леша может быть организатором, а в каком-то клубе он может быть не организатором, а рядовым участником. И это нормально, что, ну, существуют вот всевозможные миксы. И это здоровое поведение общества. Ну, то есть, когда есть много разных вот микро-иерархий. Ну, это по мнению автора. Значит, это значит стремиться к тому, чтобы в обществе повсюду была разнообразная общественная жизнь, чтобы группы по интересам были независимы друг от друга, не обвиняют себя это, я считал. Человек чувствует себя свободным, неуметенным и иерархической структурой. Если он, во-первых, знает, что может ни в одной из них не участвовать. Во-вторых, во многих занимать и в каждой из них различный иерархический ранг. В-третьих, свободно покидать любую из них. И в-четвертых, сам организовывать новую группу, соответствующую его представлениям о целях, характере, отношениях и персональном составе. А общественная жизнь развита в демократическом обществе, напротив тоталитарных систем и стремятся ограничить количество и разнообразие людских объединений, создать суперструктуры и контролировать их административно. Ну, в общем, это правда, и тут ничего нельзя сказать. Я... На самом деле, это конец презентации. Я хотел еще сказать... Последним слайдом я хотел просто показать оглавление. Сейчас, секунду. Соответственно, примерно книга устроена следующим образом. То есть, есть несколько бесед. И вот первая беседа – это археология человеческих пристрастий. И там разбирается огонь, наша потребность в коллекционировании, что такое инстинкты, что такое родина, как импрентируются понятия родины, ну, то есть, как это импрентируется у животных, у людей, там, и так далее. Страсть к охоте, тяга к земле, почему мы любим собак, любовь к природе. То есть, ну, такие вопросы. То есть, казалось бы, они абсолютно такие, ну, очевидные кому-то, да? Может быть, любой там из вас может ответить на этот вопрос сам себе, но то, как это автор делает через призму изучения, там, древних людей, там, каких-то стоянок, еще там, еще каких-то вещей. То есть, это, ну, занимательно, по крайней мере. Вторая беседа – это путешествие в мир предков, портретная галерея. То есть, откуда мы, скажем так, как мы образовались, как вид, он рассматривает афарский австралопитек по прозвищу Люси. Ну, то есть, он рассматривает вот все первые вот эти вот мумии, которые там находили и так далее, рассматривает, куда какие шли австралопитеки, там, умелый человек, как появился, прямостоящий, разумный. Также он рассуждает о понятии расы. Здесь же есть понятие национализма и, там, расизма. То есть, он, ну, идет по многим веткам, скажем так. Дальше, орудия в мире животных, автоматизм и творчество, каменные орудия предков, гости к пращурам, эпоха великих загонщиков, древние скотоводы Сахары. Ну, в общем, ну, да, это, это, ну, там немного об этом, но, как сказать, каждый раз он проводит параллели, например, вот, про собирательство, когда я читал, то есть, там, допустим, рассказывается о том, а что было, ну, кто-нибудь знает, есть такое понятие палеодиета. Да, да. Ну, вот, по факту, как бы, это вот, он рассматривает то, откуда она взялась и почему, то есть, что такое палеодиета, то есть, чем бы ты питался, если бы ты был собирателем на обычном берегу Эдвейского моря, то есть, ну, что бы ты ел? Маленьких каких-то моллюсков, там, какую-то траву, там, какие-то водоросли, ну, то есть, вот, и из этого складывается понимание, а как бы, а что действительно там, я переоцениваю там свои возможности по тому, сколько мне нужно съесть в день, там, почему я чувствую себя, там, слишком переевшим, когда я съел целую рыбу, там, пусть она и не сильно большая, ну, в общем, и так далее, то есть, и вот, очень интересно, в общем, настоятельно рекомендую. Значит, третья беседа, никем не понятая детства, про игры, про игрушки, про то, почему детям нравится воровать, почему? У меня, у меня, у меня сын начал воровать, короче, он на, на рынке ворует овощи, ну, как бы, я ему этому не учил еще. Что? Можешь мне раз его воренду зашли? Не голша был, да, ну, то есть, он прям это круто делает, вот, у нас, у него там в ногах, получается, три-четыре фрукта, он приносит, ну, это... Добыча. 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 Да, в кадрских случаях. Почему? Почему детям это брать? Почему? Нет, он тоже видел девушку воровать. А кто? Пытался. Это, это, одна из форм выживания, и типа, это базовая форма выживания, и когда мы, допустим, в более взрослом возрасте вот это вот воровство, мы тренируем играми. То есть, те, кто, когда мы играем в какие-то, ну, больше, наверное, ну, в общем, в любые типы игр, это тренировка воровства. Воровство, это единственный способ выживания, когда ты один, без стаи находишься. То есть, это единственный способ выжить. И ребенок, первое, чем учится, если его родители не будет, ну, вот, воровать, то есть... Если его родители не будут... Ну, не будет. они же могут исчезнуть. то есть, если бы мы жили там, да, две-три тысячи лет назад, то там шанс умереть был, как бы, достаточно высокий. Вот, то есть, это просто генетическая программа, которую мы сейчас никуда не денем. И если... Это реализм или конвергенция? Ну, это конвергенция. И получается, что, условно, единственный способ не дать моему сыну быть преступником криминальным, это помочь ему побольше играть в какие-то игры, которые его увлекут. Ну, если он с детства начал таскать фрукты на рынке. Ну, условно. У меня мега сложно все с играми. Я отвратительно играю в игры. Я не могу включиться в игру, потому что мне кажется, что это все не по-настоящему. И вот, может быть, мы сыграем с вами в волейбол как-нибудь, ну, не знаю. Теннис. Что это? Теннис. Ну, тоже может быть, не знаю. То есть, у меня сложности именно с тем, что объяснить себе, зачем ты играешь в игру, хоть когда ты можешь что-то реальное сделать, и получить какое-то... Расвитие, навык, реакции. Ну, в общем, я и так считаю себя развитием. в общем, это все, самооценки такие. Значит, про игрушки, про родителей детей, значит, что-то у нас еще... У кого учиться, разум профессивности, про палки-копалки. Ну, в общем, если вы родители, или там планируете... там есть ответ, почему все дети любят палки и камни? Да. Почему? Мудрое. Давай. Ну, если подруга, много лет себе задаем эти два голоса, обсуждаем в чате. Дай попробую угадать, что это было первое оружие, которое можно было отогнать чем модного, и этот инстинкт у нас оттуда сохранился. Примерно, да, только чуть глубже он это рассматривает, то, что вот, когда ребенок бьет камнем об камень, это, это, как бы, инстинкт, который... То же самое делают, там какие-то он приводит примеры гиббонов, я не помню точно название групп обезьянов, которые так же делают. То есть, когда ребенок бьет камень об камень, он пытается получить заостренное лезвие для того, чтобы что-то им делать, там, резать тушку рыбы, срезать траву и так далее. Что? Там чуть-чуть посложнее, там, ну, в общем, там, в охоте это написано, но, то есть, там, там описаны прямо даже, как организовались, вот, групповые охоты, там, как выглядели, просто я занимался групповой охотой, и прямо, ну, ничего не изменилось, если честно, с тех времен, походу. Ну, то есть, это... Можно еще вопрос, раз очень к концу, как вот, ты, там, употребил такую фразу, про притянуто за уши, вот сейчас, когда ты говорил про камни и разделывание мамонта, подсказанное, такое чувство, что ты тоже не вполне здесь согласен, или я не права, или еще где-то есть, где-то, мне не знаю. Там много, много таких вещей, реально много. То есть, ты читаешь и не веришь, что, ну, типа, я не согласен. Не так, вот ты читаешь, вроде все нормально, потом хлоп, ну, типа, ну, ну, потом опять, вроде бы, читаешь, ну, вроде-то, опять в ту струю пошло, потом опять вот. где он суждение отдает свое частное, против церкви, против психологии, то, что не отправится не как на факты, а чисто человеческое. Да. Вот, наверное, так. Да-да-да, наверное, так. Про Ленина, советскую литературу. Вот где, вот здесь сейчас очень интересно, как им издали книгу, где демократическое общество, значит, восхваляется, это уже понятно. Там фишка в чем, что первое издание этой книги было в девяносто первом году. А-а-а. Уже в семь-сем. То есть он прям, видно, он ждал. Да-а-а. Потому что этот дедушка, ну, 38-го года, он понимал, куда он поедет, он хорошо, в этих местах был в экспедиции, судя по всему, то есть. А потом у него еще было четыре доиздания этой книги, да, то есть она большим достаточно тиражом издавалась. А у меня вопрос в первой книге не знала. Здесь какая-то адская куча импетенций смешанная и детская психология, и животноводство, и биология, и что-то в мире. Он такой человек, который возрождение с моими секундуными знаниями или он экшли приводит какие-то еще ссылки? Ну, например, решила, что она хочет вам отдолгить. Хорошо, хорошо, я понял вопрос. Значит, смотри, он является академиком академии российской академии наук. Значит, что такое академик, что такое академическое знание? Это когда твое понимание мира распространяется на все сферы жизни, ну, там, в принципе, на все сферы. То есть, если человек академик, то он, типа, как бы разбирается во всех сферах. это... Это... То есть, он, естественно, он орнитолог, там об этом и написано, да, но, типа, как он может позволить себе, будучи академиком, научные методы применять в других сферах. Этим отличаются академики. Ну, то есть, ты можешь назвать себя академиком академии имени себя и сказать, что, типа, я вижу мир вот таким-то образом. Я сейчас... и ты вполне себе можешь сказать, если кто-то с тобой вступит в научный диспут, ты можешь сказать, вот, мое видение мира вот такое, и ты можешь по любой сфере жизни давать свои какие-то вот, ну, видения, теории выдвигать и так далее, будучи академиком. Это просто, ну, так устроена наука. Я больше, чем уверен, что он нифига не понимает в большей части этих вещей. По некоторым утверждениям, мне охота была еще раз говорю, его вот, прям захарасить. Но дедушка уже не с нами, поэтому... У него есть профессиональное нормальное классическое название связанное с животными. Это с животными он понимает. Он орнитолог, да, да. У него много работ по этой теме. Да. Но он захотел вот broad view сделать. Это очень похоже на советскую науку. Все, что ты рассказывал, звучит, как все такие антинаучные советские искания, когда, в том числе, сфология, психология и так далее, из-за того, что он даже не естный такой, где прям много было. Там много было таких людей. Да, нет, это глобальные науки, поэтому все, что ты сказал, стоял, такие антинаучные антинаучные, сколько в Советском Союзе ученых? Довольно приличное количество, значит, или... Ну, как же ты прямо вообще, прямо очень... Ну, давай так, из-за того, что я родился в Советском Союзе, я буду защищать Советский Союз, там были и те ученые, которые до сих пор во всех сферах мира, ну, как бы, во всех сферах жизни вспоминают. Большая часть были действительно, ну, не очень. Ну, так бывает. Ну, как бы, я не могу, как бы, здесь ответить как-то предметно. Просто, вот, например, у меня дядя был, он изобрел этот гексоген, который... Топливо для ракет. Ну, то есть, вот, был ли он никчемным, как бы, каким-то там ученым, хрен его знает, но вот, такое изобретение у человека было, как бы. Понимаешь, и почему-то никто другой этого не сделал, и до сих пор это топливо используется. Не-не-не, не говорю, что вся Советская наука кошмар и ужас, я говорю о том, что именно, знаешь, это так, в Советском Союзе много было ученых, которые, считали себя мультискультуралистами и нацеплявшись разных ограниченных веслознаний, потому что, ну, из-за изоляции был, вот, меньше. Мне кажется, что они почувствовали запах свободы и просто пытались как-то применить свои знания в других сферах. И еще раз говорю, я не говорю, что у них хорошо у всех получалось. Я соглашусь с тем, что часто это выглядит как полнейшая, ну, вот, белиберда. Но, не знаю, в общем. Некоторые, наставай, что, не до закидывания идей, на основе тихо новых идей, по поводу другого человека, может, что-то и грибничное видеть. Конечно, конечно. Кто его знает? Конечно. Ну, значит, дальше, четвертая беседа была про подростковые посиделки, пятая беседа о первородном грехе, и там он как раз, кстати, рассказывает очень много про, ну, и в этой, и в следующей, в шестой беседе, там очень много рассматривается о сексуальном поведении, о структуре и институте семьи, о многих вот, ну, девиациях в этом вопросе. То есть, я не буду в это погружаться, потому что мы не уйдем как бы сегодня отсюда иначе, ну, потому что там очень много сомнительных тезисов выдвигается, с которыми я прям слышу голоса, как бы. Советские или антисоветские? Они в каком-то смысле советские, в каком-то смысле нереально прогрессивные, то есть, ты прочитаешь, скажешь, да, он не мог такого написать, ну, то есть, он, например, про открытый брак пишет о том, что это, самая подходящая форма существования, то есть, ну, и так далее, то есть, у него очень много таких, ну, это в смысле прогрессивная или что? Открытый брак, но она более физиологически подходящая для некоторых ареалов обитания, назовем это так. Ну, да, но он объясняет, ты там, прямо, когда читаешь, ты прямо понимаешь, в каких частях мира это прям приемлемо, реально, в каких частях мира это присутствует. Тихо, оно, животное, полиамория, это другое, что ли? да. Сейчас разволноваем. Сейчас тонкости, да, там прямо 300 страниц об этом, вот я вам так скажу. Да, вообще-то такое. Я считаю, нужна отдельная лекция, все-таки, пойти в 100 страниц, то есть, там страница. Вообще-то, из 800 страниц, 300, это вот про институт, ну, про сексуальность, институты брака и так далее. А мне интересно, он делает выводы на основе того, что это правильная модель, да? Лёг просто такой, а, ну, тут похоже, и люди так себя ведут. Ну, все же по-другому по-разному, да, где-то есть моногамии, где-то полигамии, и в животных по-разному. Лёг как-то делает какие-то выводы, какая идеальная модель, такой? Нет-нет, про идеальную модель он не говорит, он говорит, что вот давайте понаблюдаем вот за таким-то стадом гиббонов, там-то, там-то обитающих. Типа, ну, вот они делают вот так, а вот это стадо делает вот так, потому что вот в таких-то условиях живёт, а вот это стадо делает вот так, потому что в таких-то условиях живёт, а ты сидишь так, ну, ну да потому что ты понимаешь что на ближнем востоке живут вот так как вот эти гиббоны там на какую в какой-нибудь там азии живут как вот эти гиббоны какой-нибудь там условно европе живут вот эти гиббоны ты прям это ногу нужно не нужно супер какого-то там развитого кругозора чтобы понять о чем он пишет и он не называет прямую как бы какие-то там что типа вот так делать нельзя там еще что то ну понятно что чувствуется там осуждающая какая-то нет нет он очень интересно и есть еще это логические экскурсии по запретным садам гуманитариев с гуманитариями у него отдельная тема хотя я всегда считал что это тоже гуманитарная наука может может быть да может быть что есть еще вот более гуманитарно хотя для меня лично для моего образования это все гуманитарные нет нет он очень предвзято относится ну то есть это как к низшим типа то есть изначально нет я не запомнил каких-то ну я не захотел фиксироваться на этом вообще когда я читаю что-то где кого-то там условно начинают обсирать я почему-то скипаю потому что но это бессмысленно выявление как бы что-то плохое ей сам могу увидеть да зачем зачем что-то что это даст ну типа я стараюсь найти какое-то рациональное зерно которое поможет мне там типа лучше что-то понять и вот я с такой позиции на все стараюсь смотреть ну и еще одна беседа про смерть и жизнь то есть там про то как мы относимся к смерти к страху смерти наверное наверное все почему я закончу